Еще одна встреча, общение произошло с Сергеем Есениным. — Скажите, что означает любовь в вашем понимании? — спросила медиум. — Любовь — это мелодия радости и счастья. — Что такое счастье? — Счастье — это радость жизни. — Скажите, что такое ненависть? — Ненависть — это лавина, уничтожающая все на своем пути. — Что такое ревность? — Ревность — это колючая проволока, приносящая боли телу и страдания душе. — Что такое зависть? — Зависть — это ужасное, растлевающее душу свойство, — ответил вполне глубокомысленно дух Есенина. Очень хороший ответ похвалила Яна, что дух Есенина с чувством собственного достоинства написал. — Никто мою душу постигнуть не смог, ни один ваш критик. — Они судят по вашим стихам, — ставила Нона. Блюдце вдруг силой рванулась с места и стала быстро указывать на буквы. Секретарь еле успевала записывать. — Любовь — это таинство природы, святая святых. Рассвет любви подобен первым лучам утреннего солнца, но оно может изгубить, опалив любящие сердца. Вот так! — как бы удовлетворенно подчеркнул он. — Слушайте! — и полили стихи, посвященные моей дочери. — Скажи, мой друг, откуда ты пришла? — Любовь моя, моя любовь до гороба! Хочу с твоими я соединить усута, Что были счастливы мы оба. Тарам-парам! Я без тебя не стою и не заначу. Ты — вдохновение мое, И я от счастья просто плачу. Как жаль, что с вами нет меня, увы, далекие расстояния. Хочу я счастья и любви, но это лишь одни желания. — Вот что делает с человеком любовь! — добавляет Есенин в заключении растрогано. — Вы посвятили стихотворение одной Ларисе, а что вы скажете второй? — вспомнила она, но улыбаясь. — Скажу ей следующее. И дух с большим воодушевлением посвятил Ларисе к следующие строки. О, как прекрасна ты, мой друг! Как жизнь кипит в тебе буроливо! Я кротко опустил свой взор. Ты улыбнулась шаловливо. Твои уста манят меня. Приди тарам-тарам скорее. Я полон счастья и огня, И становлюсь я все смелее. Твои желания — закон. Твои мечты — не только сладость. Я раб, коленно преклонен. Люблю тарам-парам. Моя ты радость. Я люблю вас обеих! — добавляет он в конце. «Любе, но только после моей смерти», — заявил Володя. «Спасибо за внимание». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова